Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня крайне важное видео под таким рабочим названием «Стареющие клетки убивают нас раньше срока. Они вызывают воспалительные процессы. Как их убрать? Питание против старения». Как я и обещал вам в своем видео о соде «Сода продлевает жизнь», я расскажу вам сегодня про причины хронических воспалений и о том, как убрать системные хронические воспаления, устранив стареющие балластные клетки, которые и вызывают практически все воспаления у нас в организме, аутоиммунные и прочие болезни. Вообще, основные механизмы старения организма – это хронические воспаления и окисления, но при этом еще и дефицит кислорода в тканях. Но сейчас речь о воспалениях и стареющих клетках. Системные воспаления, дорогие товарищи, это причины почти всех старческих болезней от Альцгеймера до рака. В научном мире ведутся работы по ликвидации и хотя бы уменьшению числа стареющих клеток. Результаты уже есть, но средства, убирающие стареющие клетки, будут очень дорогими. Они будут далеко не всем по карману. Это не наши продукты и товары с нашего сайта надгар.ру, о ценах, про которые мне некоторые протестующие люди писали, что цены высоки. Так вот, помните главное – от качества продуктов зависит напрямую качество и продолжительность жизни человека. А помимо неподъемных для подавляющего большинства граждан цен на такие средства, а речь будет идти о десятках тысяч долларов, так вот они будут еще и не скоро. Но, внимание, уже сейчас есть методы и средства, несоизмеримо более дешевые, а иногда и бесплатные, которые убирают стареющие клетки и снимают системные хронические воспаления. И это научно, официально, медицински доказано. Кем? Я скажу чуть дальше. И вот несколько важных моих изречений, ну или советов, как хотите, в этой связи. Первое. Победить хронические воспаления – значит победить отодвинуть старость. Второе. Устранив причину, вы устраняете последствия. Третье. Чем раньше мы начнем устранять причины, тем дольше и качественнее мы проживем. И четвертое. Заботиться о своей старости надо с молоду. Итак, то, что стареющие клетки вызывают ускоренное старение организма и всевозможные болезни – это истина. А вот и очередная научная сенсация, без преувеличения этого слова. Ведь человеческий организм действительно можно почистить от хлама. Стареющие клетки действуют системно, они выделяют воспалительные вещества, и этот процесс описан мною в моем уже названном видео о соде, что сода и как именно сода борется с воспалениями, что было доказано в 18-м году научно. Стареющие клетки отравляют весь организм, они живут вечно, внимание, вечно, пока жив человек. Они не погибают, они начинают накапливаться уже в молодости и накапливаются с возрастом. Все в больших количествах. Небольшая реклама от меня, моих же видео, послушайте, это очень важно. Я хочу у вас спросить, какие видео вы хотите, чтобы я снял? Ну, вернее, я даже акцентирую. У меня была задумка в моих записях сделать видео на тему гипокапниемия или гипокапния. Это недостаточное содержание в крови от нормы углекислого газа. Казалось бы, он нам не нужен. Но я бы назвал это видео «Гипокапниемия. Важнейшее открытие 20-го века». И в этом видео я бы обосновал почему. В чем роль углекислого газа для здоровья? Какова его связь с кислородом? Прямая связь. А второе видео, напишите, если вы хотите, чтобы я его снял, тема такая. Кислородное голодание тканей. Причина 90% всех инфарктов и инсультов. Более того, эти два видео связаны так же, как связано усвоение кислорода с концентрацией в крови углекислого газа и водорода. Напишите под этим видео. Интересно вам, чтобы я снял два таких видео? Тогда напишите «Да, я хочу, чтобы вы сняли видео о роли углекислого газа и о кислородном голодании тканей». Вам будет это сделать несколько секунд без преувеличения. А для меня это важная обратная связь от вас и понимание того, что вам это действительно нужно. И что мой труд и мое время, затраченное на эти два видео, будут вам нужны. И я не потрачу мое время и труд напрасно. У меня есть второй канал «Жизнь на земле». Посмотрите на нем хотя бы вот по ссылочке под этим видео мое одно из последних видео про электрические трициклы в нашем хозяйстве. А на моем главном канале, на котором вы сейчас находитесь, я рекомендую вам посмотреть прямо сейчас, ну или в ближайшее время, два особых видео. Они очень разные. И не о здоровье непосредственно, но судите сами, насколько они интересны либо важны. Первое видео «Зачем я переехал на землю и строю образцовое мега-хозяйство на 150 гектарах». А второе видео с таким названием «Диктатура политкорректности». Жаль, что его мало кто посмотрел. А ведь это, пожалуй, самое важное мое видео, да? Это так. Тема, которую я поднял, жизненно важна для всех людей, даже для тех, кто этого не понимает. Можно сказать, это мой крик души. Посмотрите это видео непременно, ссылочка будет в описании под этим видео. Напоминаю также, что теперь есть на моем канале кнопка спонсорства. Можете нажать и посмотреть условия и что это такое. Помните, на ярмарках мы больше не участвуем и всю нашу продукцию, товары, продукты, приборы вы можете покупать только на нашем единственном официальном сайте natgard.ru. Дорогие друзья, обязательно пишите комментарии, оценивайте это мое видео. Прошу не лениться и свою благодарность проявить хотя бы в отзывах и лайках, то есть в оценке важности для вас моего данного видео. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки, ссылка будет в описании. И скоро будет мое видео о уникальных новых продуктах и товарах. Пришло время, это снять я редко снимаю про это видео, потому что накопились новинки, о которых нужно рассказать. Обратите свое внимание еще на два вот данных вопроса. Это осанка, это здоровье позвоночника. В этой связи посмотрите вот эти видео про уникальное провило и шапку глисона. А второе, это про конторки, про работу за специальными конторками, стоя, а не сидя. Изучите эти вопросы. Ссылки будут в описании. Ну а теперь продолжаю дальше начатую тему. Если убрать стареющие клетки из организма хотя бы на 80-90%, то срок жизни увеличится по крайней мере на 30%. У мышей в экспериментах до 40%. А теперь то, что я назвал сенсацией. В 19-м году было опубликовано пилотное исследование на людях. Внимание, уже на людях. И было доказано, что количество стареющих клеток в организме человека можно уменьшить. Журнал Lancet, номер 47, за сентябрь 19-го года. Исследования были проведены врачами в клинике Мэйя в Миннесоте. Ученые определяли количество старых клеток в коже и в жировой ткани, а также в крови смотрели провоспалительные цитокины, указывающие на воспалительные процессы. Они давали людям синолитики и кверцетин совместно. Синолитики в обычной жизни. Для вас. И без контроля специалистов применять спорно. И без острого назначения надобности точно не стоит. А вот кверцетин, это совсем другое. Это натуральное средство. Есть водорастворимая легкоусвояемая форма, это дегидрокварцетин. Непременно посмотрите вот это потом в мое видео про дегидрокварцетин. Так вот, кварцетин они давали 1000 мг в день. Обратите внимание особое вот на что. Эти препараты они принимали всего лишь 3 дня. Исследования, анализы брали до и после приема этих препаратов. В крови же смотрели воспалительные цитокины. Брали повторные исследования через 11 дней после прекращения приема курса трехдневного. Брали точно те же исследования. В результате трехдневного применения этих препаратов, через 11 дней после прекращения курса, у всех пациентов в среднем на 30% уменьшилось количество стареющих клеток в жировой ткани, на 17% в коже и на 40% упали маркеры воспаления в крови. А ведь что это значит? Это и уменьшение вероятности лейкоза. И других серьезнейших проблем. И это не какая-то теория, а конкретная практика. Но синалитики применять я, конечно, не рекомендую. Я рекомендую применять дегидрокварцетин, принимать месяц, месяц, перерыв, месяц принимать, месяц, перерыв и так далее. Что в этой связи предельно важно знать и применять? Сейчас я вам поясню тезисно, назову важнейшие темы для изучения. Почти на все эти темы у меня есть и видео на моем канале. Сейчас мы их покажем вам на экранах, а ссылочки будут в описании. Пожалуйста, изучите это. Ведь если про каждую тему говорить, то это будет 10, может быть, более часов времени. Потому я дам наметки, что называются алгоритмы, и то, что необходимо посмотреть. Благо, по этим темам у меня есть подробные видео. Первое. Аутофагия против старения. Это самоочищение на клеточном уровне. За это несколько лет назад была одним японским ученым. Получена Нобелевская премия за описание механизма аутофагии. Смотрите вот это мое видео по данной теме. Помните, что листья травы маринги запускают аутофагию точно так же, как интервальное питание или интервальное голодание 6.18. Посмотрите мое видео о маринге. Трава данная, сразу скажу, а то будут вопросы, есть у нас на нашем сайте nadgard.ru. Третье. Обязательно посмотрите мое видео интервальное голодание. А также мое видео лечебное очищение и голодание. Речь идет про длительное голодание, но тут нужно подойти с умом. К длительному голоданию всегда нужно правильно подготовиться и обязательно пройти антипаразитарную программу, чтобы себе не навредить. Четвертое. Для любого живого человека, чтобы нормально работали органы и ткани, чтобы лимфатическая система нашей канализации организма работала хорошо, то есть все наши выделительные системы и очищение проходило в лучшей, большей степени, нам необходима физическая активность. Самое лучшее из которых это труд на земле, ну или трудозаменитель в спортивном зале. Пятое. Водородная живая вода. Посмотрите непременно вот это видео, где не просто теория, а конкретная практика. Речь идет в том числе о переносе свободных электронов, а об этом видео про соду я доказательно пояснил, основываясь на результатах научных исследований на эту тему. Хотя еще десятки лет назад про ионы водорода было все понятно. Но это видео непременно посмотрите, кто еще не смотрел. Шестое. Зелень. Непременно посмотрите вот эти два моих видео. Вершки и корешки и белка в зелени больше, чем в мясе. О пользе зелени, верхушек проростков, зеленых коктейлях я там поясняю все от А до Я. Седьмое. Калории. Уже давно и абсолютно точно было доказано, что низкокалорийное питание продлевает срок жизни всех животных и безусловно человека в том числе. Не превышайте необходимое количество калорий для вашего возраста, массы и физической активности. Если вы не шахтер и не марафонец, то вам достаточно, как правило, 1600-2000 килокалорий в сутки вот в этом диапазоне. Непременно посмотрите мое видео про калории. Восьмое. Раздельное питание. Тоже очень важная тема. Ну а теперь питание, то есть продукты против старения. Вначале я скажу 8 пунктов, какие же продукты надо исключить из своего рациона, потому как эти продукты ускоряют старение и приводят к накоплению большого количества стареющих клеток. А потом скажу про продукты, которые надо есть, которые направлены против воспалительных процессов, которые убирают стареющие клетки в той или иной степени, которые продлевают нашу активность и здоровье. Итак, продукты, которые надо исключить из своего рациона. Первое. Это все кондитерские изделия и сахара. То есть все сладкое на вкус. По крайней мере синтетическое, куда добавлен любой кристаллический сахар, произведенный пищевой и химической промышленностью, разумному человеку, которому не наплевать на себя и на своих родственников, просто обязан убрать эти так называемые продукты из своей жизни раз и навсегда. Все это сделать на самом деле просто. Вначале вы в это можете и не верить, но потом поймете, и будете смеяться над собой вчерашним. Просто надо понять, что это не человеческая пища, и это не должно быть на вашем столе и, соответственно, в организме. Посмотрите мое видео, почему мы хотим есть сладкое. Второе. Напитки сладкие, газированные с сахаром или сахарозаменителями, категорически убрать из своей жизни. Пить нужно воду, в крайнем случае травяные чаи, ну или по показаниям на пары трав. Третья группа продуктов – это все то, что содержит в себе трансжиры, то есть гидротированные жиры. Это искусственно созданные термическими способами жиры, трансозамеры жирных кислот, трансжиры, такие как маргарин, всегда приводят к раку, вопрос только времени. Это страшнейшие канцерогены для организма, помните, эта гадость содержится в разных печеньях, крекерах там, выпечках во многих дешевых, ну то есть во всем том, что продается в упаковках, долго хранится, долго не портится, и то, что не является природной даже частью пищи, то есть созданной природой. Это всякие крема там на дешевых тортиках и так далее, но впрочем, все это звенья одной цепи, это результат работы и пропаганды пищевой химической промышленности. Четвертое – все хлебобулочные изделия и вареные крахмалы. По многим причинам, в том числе по тем, что в хлебобулочных изделиях содержатся лектины. Лектины – это такие белки, высокомолекулярные, но растительного происхождения, которые вызывают воспаление в организме. В идеале убрать все лектины. Об этом в недавних своих видео я тоже говорил, какие группы продуктов относятся к этому разделу, содержат эти белки. Например, мое видео «Синдром дырявого кишечника». Пятое – так называемые фруктовые фреши, свежевыжатые фруктовые натуральные соки, да-да, хоть они и натуральные, но они приводят из-за высоких сахаров, фруктозы, глюкозы к удару по поджелудочной железе и выработке огромного количества инсулина. Непременно посмотрите мое видео «Инсулинорезистентность». Шестое – жареные, копченые продукты, всякие фритюры – это все сильно окисленные продукты, а продукты окисления – это канцерогены, в том числе и те, которые вызывают разные формы онкологии. Чуть ниже на примере мяса жареного я это поясню вам. Седьмое – фрукты, сухофрукты любые, ограничьте – это концентрированные сахара, сведите их к минимуму. Не потребляйте в пищу более 30 грамм сахара, если из всех продуктов, съедаемых за день, выжать все сахара – натуральные, глюкозу, фруктозу и так далее. Это все очень легко рассчитать. Сколько в том или ином продукте содержится глюкозы, фруктозы, посчитать это в граммах, и вот не более 30 грамм в день – это идеал. Этот расчет в меньшей степени относится к ягодам. Восьмой пункт – мясо и все белковые продукты животного происхождения, по крайней мере, жареное. Знайте, что при жарке происходит сильное окисление, плюс в том же мясе содержится много железа, потому из-за гемоглобина мясо и красное изначально. Так вот, железо является катализатором окислительных процессов. При жарке мясо, даже если срезать корку, образуются и в самих тканях, в больших количествах накапливаются, а вы это едите, кто ест мясо, конечно же, такие вещества, как нитрозоамины и гетероциклические амины, которые однозначно, без всяких вариантов, вызывают онкологию, потому что это страшнейшие мутагены. Сразу здесь стоит напомнить. Да, я обещал в одном из своих видео сделать видео под таким названием «А что же тогда есть?», где как раз я пишу и расскажу тем людям, которые считают действительно на полном серьезе, а что же тогда есть, то нельзя, это нельзя, хотя тут предельно понятно, но я понимаю, что люди большинство этого не понимают. Так вот, я напишу, составлю рационы питания, чтобы были все питательные вещества в достатке и ни в чем не было дефицита, чтобы не было вреда из данной пищи, а была только польза. Ну а теперь продукты, которые надо есть, они направлены против воспалений, они полезны. Первое – это зелень всевозможная, 300 видов, укроп, петрушка, сельдерей, любесток, не буду перечислять, особенно те, которые горьковатые на вкус. А обязательно дикоросы. Смотрите по зелени, еще раз говорю, два вот этих моих видео. 50% от всей пищи, съеденной в день по массе, должна составлять как раз зелень. Ну то есть различные салаты. Пункт 2 – кварцетин. Кварцетины содержатся в красных продуктах, не сладких на вкус, особенно в репчатом красном луке, красных горьковатых салатах, в красной кислой ягоде. Третий пункт – как раз ягоды дикие, клюква, брусника, дикая, кислая, голубика, вишня по сезону, но только в небольших количествах. Да, они очень полезны. Четвертый пункт – орехи, но не все. В своей лекции про кето-питание я подробно рассказывал, какие можно, какие нет. Посмотрите это видео, если вам интересно, какие орехи действительно можно есть, а какие категорически нельзя. Кстати, макадами – лучший из орехов по соотношению жиров к углеводам и белкам. Но только макадами нужны, которые термически не обработаны и тем более не обработаны ни, никакими химическими веществами. Таких орехов в продаже практически нет. На днях с нами связалась одна компания, которая поставляет из Австралии именно такие, то есть сертифицированные, с гарантией того, что они ничем не обработаны, живые, термически не обработанные орехи макадами. Приобрести вы их можете на нашем сайте nadgard.ru. Ссылочка будет в описании. Пятое – масла. Смотрите мое видео про омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Самое лучшее масло, конечно же, это органовое. Но оно дорогое, хотя это, безусловно, уникальное масло, там, скажем, витамина Е, в гамма-модификации, самый сильный, то есть как антиоксидант, это 800 раз больше, чем в оливковом масле, к примеру. Определенная этническая группа берберов в Марокко с рождения детей поет по чайной ложечке, буквально, органовым маслом. Продолжительность жизни при равных прочих среди народов земледельческих, среди разных этнических групп берберов на 20-30 лет выше именно у тех, кто исторически собирает плоды органы, давит масло и потребляет это масло в пищу. Есть видео мое с профессором Хусейном на моем канале. Вот это видео, посмотрите, кому будет интересно. Второе по значимости. Самое распространенное в прошлые века на Руси, самое полезное по соотношению омега-3 к омега-6 и жирным кислотам. Это, конечно, льняное масло. Оно у нас тоже есть прекрасное, холодного отжима из качественных органических семян льна. Потом идет кунжутное и, конечно же, оливковое масло, если только оно не просто натуральное, а вот какое. Я представляю вам, кстати, недавно была буквально поставка свежего оливкового масла в 5-литровых жестяных вакуумных контейнерах с острова Тасос от нашей знакомой. Это лучшее в мире, лучшее в Греции оливковое масло, полученное с уникальных оливковых деревьев, многим из которых более 2000 лет их еще сажали древние финикейцы. Можете посмотреть, если будет интересно, вот это видео-интервью с Ольгой. Шестое. Антиоксиданты в добавках. В первую очередь, это, конечно, куркума с черным перцем. Мое видео куркума, посмотрите непременно. Это, конечно же, уникальные водоросли, такие как хлорелла, спирулина, но только дикие, не лабораторно полученные. И, конечно же, фукус, но только в гелеобразной форме натив. И только в такой, ссылочки опять-таки же будут в описании, есть у нас эти товары. И, кстати, есть голубая спирулина. Это определенный концентрат из спирулины определенных веществ, антиоксидантов. Ну и седьмое, я выделю отдельно дегидрокварцетин. Еще раз, непременно мое видео про него посмотрите. Перейдите по ссылочке, которая будет в описании под этим видео, на наш сайт, на этот товар. И прочтите описание. А это реальный механизм уменьшения балластных стареющих клеток. Я также рекомендую вам посмотреть видео, почему нельзя есть после 16.00. Но кто скажет, что это невозможно, я работаю до 18, до 19, прихожу уставший, физическая работа, так вы помните о том, сколько вам нужно килокалорий в день. Но берите еду с собой на работу, орехи те же самые, семечки, те же салаты в контейнерах, а не приходите домой вечером и ешьте на ночь. Кто не будет лениться, это все возможно, все остальное дешевые отговорки, чтобы не менять свою жизнь, привычки, пристрастие. А калории, дорогие друзья, удовлетворяйте только по потребностям от массы тела и рода занятий, от своей активности, а не от желаний побольше и повкуснее поесть. Придет время, когда и вы, возможно, будете жалеть о том, что вы жили для еды, на самом деле, по факту, а не ели, чтобы жить. Лучше это осознать и понять сейчас, чем когда будет поздно. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео, ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.